Как живую поют Даня Кашин, Ларин, Марьяна Ру и другие блогеры. Могут ли они выступать без фонограммы и автотюна? Узнаешь в этом видео. А сейчас я рекомендую подписаться на канал Лапин Шоус. Там вы увидите обсуждение на актуальные темы с сатирическими скетчами для разбавления разговорной части. Парень не хочет быть просто говорящей головой, а старается хайпожорить красиво. Так давайте поддержим его. Подписывайся, ссылка в описании. Всем привет, вы на канале YouTube Тренды. Наверняка ты знаешь, что не все рэперы могут влёгкую читать свои треки на концертах в том же темпе, как они звучат в оригинале. Часто в студиях звукозаписи сводят треки, зачитанные по одной строчке. В общем, ожидание и реальность не сходятся. Но как дела обстоят у наших блогеров? Все ли они честны со своей аудиторией? Кто использует жесткий автотюн, а кто поёт сам? Кстати, сможем набрать 35 тысяч лайков? Твоя поддержка мне очень важна. Похожее сравнение уже делал Тёма Флекс. Но он затрагивал рэперов. Мы же будем проверять блогеров, ведь канал про YouTube. Начнём со скандально известного МС Хованского. Али Шер Моргенштерн уже обвинил Хоу в том, что он просто клоун, а не рэпер. Но может быть всё не так плохо, и на его концерты нужно выстраиваться в очередь? Давай сравним оригинал и лайв-версию «Бати в здании». Да, Хованский тогда сорвал голос, но всё равно, здесь он похож на обычного алкоголика с моего двора. Как заметили в комментариях, без Черникова Хованский бы не вывез выступление. Хованскому удалось победить Ларина на версусе, но Дима не бросил рэп, а наоборот. Записал хит «Лето» 2016 года. Коля Хейтер. Хэй, Коля Хейтер. Хэй, Коля Хейтер. Хэй, Коля Хейтер. Рэди, стоять, гоу, бляди, шоу об авто. Вряд ли рефлексируют парняги, пока Эрик на тюряге. Неудивительно, что Дима не попадал в биты на версус BPM. А вот Соболев уже давно на сцене. До того, как он стал известен, блогер пел в кабаре. Странно, что в своих клипах мы слышим заметно обработанный звук. Последний шанс, последний бой. Братишки выдержались до последнего. Последний брак, последний блог. Здесь не осталось ничего после него. I wish I could, it's your cancer when you turn back. Hey, wait, I've got a new complaint. В комментариях уже сейчас можешь писать свою оценку блогерам. Хорошо ли они поют на сцене? Иногда за крутой оберткой скрывается невкусная конфета. Давай узнаем, какова на вкус Марьяна Ро. Но не думай ничего пошлого. Нам нужно оценить ее клипы. Недавно она хейпанула клипом Мега Звезда. Следом вышла лайв-версия песни. Нам не о чем болтать, если ты меня не хочешь. Я мега звезда. Звезда. Я мега звезда. А вот она поет вживую на трансляции. Я оттую свои губки, я крашу свои реснички. Заплетаю я самые красивые косички. Тренды задают моду. Из няши Марьяна стала бузовой в мире YouTube. А как поет в реале ее парень Фейс? Я лучший рэпер за последние тысячи лет. Забавно скачет по сцене. Но Ивангай, бывший парень Марьяны Ро, оказался умнее. Когда ему предложили спеть песню «Делай по-своему», он просто включил запись с телефона. Выкрутился так выкрутился. Есть на YouTube еще одна сладкая парочка – Саша Спилберг и Ян Гордиенко. Давай сравним, как Саша поет в клипе и на сцене вместе с Ян Го. Вратится твоя тень за моей спиной. Ее прогонит день, ведь ты не со мной. Давай, 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 пожалуйста. Не надо слов, моя любовь. Ты просто нет, будь ей готов. Голос твой все еще для меня родной. И на десерт я приготовил двух блогеров, на концертах которых отрываются по полной. Они получают дикую поддержку от аудитории. Даже сложно оценить голос блогера, ведь зрители подпевают даже громче самих исполнителей. Эльдар Джарахов. И каждый рэпер, 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 рэпер лает, что он тут, но они лезут, 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 лезут на... И каждый рэпер, 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 лает, что он тут, но они лезут, 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 лезут на... И Даня Кашин. И Даня Кашин. Если это рубрика, то не забудь поставить свой царский лайк, так я пойму, нужно ли делать вторую часть, где мы оценим Лизку, Татарку и других музыкальных блогеров. Будь в тренде и пока!